Вы смотрите итоговый выпуск программы де-факто о событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Избили, похитили и угрожали убийством. В Гомеле начался суд по резонансному делу минувшей осени. На скамье подсудимых молодые люди, которые напали на женщину, хозяйку белого БМВ. Нечем было платить по кредиту. В областном центре задержан мужчина, который ограбил банк. Не такой уж он и красный. Что бывает, если придать газу или проморгать сигнал светофора? Штрафы уже неэффективны. Как изменить статистику ДТП на улице Советской? Задались вопросом гомельские власти и эксперты. Пеня и проценты, ограничения прав и ареста имущества. Какие меры грозят должникам? Наш корреспондент Вероника Гомзюкова отправилась в рейд с судебными исполнителями. По каким вопросам гомельчане обращаются за помощью к юристам и что такое медиация? Об этом поговорим с первым заместителем начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома Андреем Гуружием. Начнем, как обычно, с обзора происшествий за неделю. Ограбил банк, чтобы расплатиться с кредитом. В Гомеле задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях на банковские отделения. Напомним, оба случая произошли в Гомельском районе. Первый и удачный для грабителя – в поселке Большевик. Второй – удачный для милиции, но провальный для налетчика – в агрогородке Бобовичи. Задержанный – 24-летний гомельчанин, индивидуальный предприниматель. Ранее судим не был. Молодой человек сознался в совершении двух преступлений, рассказал все обстоятельства и причины своих действий. 11 тысяч рублей, которыми он завладел после первого ограбления, он потратил на погашение кредитов, а оставшуюся сумму – на личные нужды. Ведется поиск предмета, который использовался при разбойных нападениях под видом огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело. Избили, вывезли в лес, угрожали убийством и похитили деньги. В Гомеле состоялось первое судебное заседание по резонансному уголовному делу минувшей осени. На скамье подсудимых трое молодых парней – 19, 18 и 17 лет. По версии следствия, они подкараулили потерпевшую возле подъезда, затолкали женщину в ее же автомобиль и вывезли в лес. Там, угрожая убийством, ограбили, забрали 5 тысяч долларов и бросили с многочисленными травмами. Милиция к тому времени уже вела поиск предполагаемых преступников. Началась погоня. Двоих задержали по горячим следам еще одного спустя время в Минске на съемной квартире. Подсудимым выдвигаются обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса. Кража, разбой, угон транспортного средства, угроза убийством и похищение человека. А на улице Сверидова столкнулись внедорожники «Маршрутка». За рулем иномарки находилась женщина в салоне ребенок. В маршрутке водителей два пассажира. Сразу о пострадавших ничего не сообщалось. Водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с внедорожником, а потом зацепил еще и городской автобус. Как сообщили в ГАИ, на мгновение водитель маршрутки отвлекся от управления транспортным средством. За оказание медицинской помощи позднее обратился пассажир маршрутки. В четверг 12 марта в Гомельское областное управление МЧС поступило сообщение о минировании здания Гомельского областного суда. К месту происшествия незамедлительно прибыли наряды органов внутренних дел и другие экстренные службы. Проведена эвакуация работников и посетителей суда. В целях безопасности приняты меры по оцеплению здания и близлежащей территории. Часть улицы Кирова перекрыли сотрудники ГАИ. Опасных предметов, взрывчатых веществ или устройств обнаружено не было. Причастное к преступлению лицо устанавливается. Возбуждено уголовное дело. Административные методы воздействия себя исчерпали. К такому выводу пришли в госавтоинспекции после проведенного анализа аварийности на дорогах областного центра. Только инспектированием улиц и составлением протоколов количество ДТП снизить не получится, резюмирует в ГАИ. Этот резерв в системе МИР по регулированию дорожного движения себя исчерпал. Одним из наиболее перспективных путей решения сложившейся ситуации, по мнению властей, может быть грамотная организация дорожного движения и совершенствование дорожной инфраструктуры. О возможных нововведениях в нашем следующем репортаже. Обстановка на дорогах к Гомеле, связанная с безопасностью движения, продолжает оставаться сложной. За два месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого на 30% увеличилось количество ДТП с 23 до 30%. Также возросло количество погибших. Их уже двое. В 2019-м за январь-февраль не было ни одного. Через областной центр проходит несколько транспортных артерий. Наибольшая аварийность отмечена на улице Советской. И на то есть свои причины. Вдоль нее расположена наибольшая концентрация социально значимых объектов, инфраструктуры. Различные торговые и развлекательные центры, кафе, банки, учебные заведения, гостиницы. На тротуарах всегда большой поток пешеходов. А сама проезжая часть – главная транспортная артерия Гомеля. Улица Советская, город Гомеля, является наиболее аварийно опасной. Каждое десятое ДТП происходит именно на этой улице. За последние 15 лет на ней погибло более 50 человек в результате дорожно-транспортных происшествий. Советская – это еще и продолжение республиканской автодороги магистрального значения. И для нее характерны несколько основных проблем. Высокая аварийность, низкая скорость сообщения. В среднем для общественного транспорта она не превышает 15 км в час. Недостаточная эффективность транспортной инфраструктуры. Мое одно предложение – сделать остановочные площадки для общественного транспорта. То есть заезд, ну такие как карман. Потому что отрели быст останавливаться в крайней правой полосе, ряд сразу перекрывается. Ну и конечно бы в идеале ее расширить, все-таки центральная магистраль города. Я думаю, что полоса для общественного транспорта будет замечательная. В УВД поворачивать, туда закрыли. Пускай бы летом откроют, потому что как бы там молодежь ездит туда, ну неудобно стало поворачивать. Ну это мое чисто мнение. Однако мнения граждан не всегда совпадают с видением профессионалов. Управление ГАИ совместно со специалистами Белорусской ассоциации экспертов и сервейеров на транспорте постоянно изучают основные факторы и угрозы, которые способствовали возникновению аварийно-опасной обстановки. Оптимизация дорожного движения на улице Советской пока находится на стадии проработки. Однако основные направления реорганизации уже намечены. Они детально изучаются на предмет эффективности и рентабельности их внедрения. Рассматривается вопрос о выделении отдельной полосы для движения общественного транспорта по всей улице. Это позволит улучшить условия движения для маршрутных транспортных средств и снизить скорость движения авто из-за уплотнения потока. Кроме этого, планируется организовать одностороннее движение на участке от площади Ленина до пересечения с улицы Крестьянской. Отдельной позицией стоит вопрос организации велодвижения. Было принято решение на развитие альтернативных способов передвижения. То есть велосипедное движение, общественный транспорт. То есть, в общем, нам надо как-то переориентировать за счет этих мероприятий транспортный спрос индивидуального транспорта на общественное, на велосипедное движение. Такие меры, по мнению специалистов, позволят снизить транспортную нагрузку, исключат конфликтное взаимодействие встречных транспортных потоков. Также для снижения скорости движения авто и обеспечения безопасного перехода пешеходами проезжей части на наиболее крупных пересечениях планируется устроить островки безопасности. В настоящее время у руководства города, области и у руководства госавтоинспекции сложилось правильное мнение, что расширять бесконечно невозможно. Сколько не расширяй, люди все равно год, два, максимум три догоняют это повышение пропускной способности. В итоге проблемы только усугубляются. На заключительном этапе будет оптимизирован существующий режим работы координированного управления светофорными объектами, так называемая «зеленая волна». На данный момент вопрос остается открытым. Все планируемые к реализации нововведения будут вынесены на общественное обсуждение. Долг платежом красим. Каждый из нас, казалось бы, должен понимать эту простую истину. Но всегда есть люди, которые забывают о платеже или не хотят его совершать. В этих случаях они попадают в поле зрения сотрудников отдела принудительного исполнения. Что будет, если не рассчитаться по долговым обязательствам и к кому приходят судебные исполнители? Ответы на эти вопросы искала наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Должник – это аморальный тип, который пьет и нигде не работает. А долги из него приходится выбивать с милицией. Перед глазами встает именно такой образ, когда речь заходит о клиентах судебных исполнителей. Однако сегодня статус должника может получить любой человек. Например, некто стал банкротом и не смог вернуть долги в силу сложившихся обстоятельств. Где-то сказывается отсутствие дисциплины, когда человек просто забыл погасить штраф в определенные сроки. Есть и случаи, когда должник платит исправно. Но вторая сторона считает присутствие судебного исполнителя обязательным. Есть те граждане, которые являются должниками у нас из года в год, на протяжении, наверное, уже лет десяти. Это та же категория обязанных лиц, естественно, пока дети находятся на государственном обеспечении, до достижения 18-летнего возраста, либо до получения образования, так сказать, пока их государство не выпустит в жизнь. Это те же задолженности по коммунальным платежам и людей, которые ведут аморальный образ жизни. Избежать встречи с исполнителями просто. Платите по долгам вовремя и не нарушайте свои обязательства. Если вы попали в поле зрения такого специалиста, то нужно как можно скорее обратиться в районный отдел принудительного исполнения. К слову, сейчас всех, у кого имеются долги, оповещают через СМС-уведомление. Есть срок для добровольного исполнения. Он составляет семь дней с момента получения постановления, с момента, когда стало должнику известно, возбуждение исполнительного производства. Вот тогда это будет только долг и без принудительного сбора. По истечении этого срока судебные исполнители приступают к взысканию долга с принудительным сбором, который составляет 10% от суммы долга. Например, просрочили уплату штрафа за нарушение скорости, процент составит 3 рубля. Арифметика проста. Больше сумма – больше процент. 50% исполнительных документов, которые не исполняются в ближайший месяц, после проверки мощного положения, они направляются в удалежание заработка. И на сегодняшний день судебный исполнитель контролирует процесс, ежеквартально проверяя бухгалтерии и нанимателей, для того, чтобы не соблюдались и не нарушались сроки взыскания, процентные отношения указаны в предписании судебным исполнителям. И, естественно, это сказывается на реальном исполнении. То есть взыскание посредством обращения на заработную плату и реализация имущества, допустим, когда это имущество не всегда ликвидное либо не пользуется покупательским большим спросом, все-таки эффективнее, чем взыскание заработной платы, эффективнее, чем реализация имущества. При этом судебный исполнитель может применить как одно, так и вторую меру. В этом году уменьшилось количество исполнительных документов о взысканиях в пользу физических и юридических лиц. Это связано с тем, что, получив судебное постановление, взыскатель сам может решить, привести его в исполнение либо урегулировать вопрос мирным путем. По выплате алиментов за январь-февраль 2019 года было приведено в исполнение 526 постановлений. За аналогичный период 2020 уже 419. Снизились и выплаты в доход государства, так как суды и органы внутренних дел стали чаще направлять постановление в бухгалтерию по месту работы должника. То есть, в счет долга удерживается часть зарплаты. Такой формат увеличивает скорость взыскания. В своей работе судебные исполнители периодически сталкиваются с тем, что не могут получить доступ к имуществу для его оценки либо ареста. Например, физическое лицо не пускает судебного исполнителя в квартиру. Бывают случаи, когда несколько предприятий находятся на одной территории, и должники ссылаются на то, что сотрудника органа принудительного исполнения не пускает в собственник помещения или территории. Мол, перед ними имеются задолженности по арендной плате. В таком случае судебный исполнитель обращается в суд с представлением о вскрытии помещения либо территории, в которой необходимо попасть, при этом предоставляя суду доказательства того, что там есть имущество, на которое можно просить взыскание, и оно принадлежит должнику. И на основании определения суда мы производим вскрытие помещения с соответствующим составом присутствующих, то есть это обязательно поднятые, проходим на территорию и обращаем взыскание на имущество. Узнать, есть ли у вас задолженности, можно на сайте Министерства юстиции. Сделать это вправе любой белорус. База должников находится в общем доступе. Что касается последствий, то человек остается в системе с пометкой о том, в какие сроки было исполнено постановление и добровольно ли. К слову, при оформлении кредита банки могут обращаться к этой информации. Не забудьте об обязательствах, не будет проблем. Вероника Гамзюкова, Александр Харлампов. Специально для программы «Де Факто». В обращениях граждан в защите их конституционных прав и свобод, работе нотариата Гомельской области и медиации прямо сейчас в этой студии поговорим с первым заместителем начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома Андреем Гуружием. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Расскажите, каковы все-таки причины, главные причины обращения граждан по вопросам принудительного исполнения и обеспечиваются ли их права и свободы в этом вопросе? Естественно, задачи принудительного исполнения, они прямо предусмотрены законодательством, в том числе законом об исполнительном производстве. Это в первую очередь восстановление нарушенных прав и законных интересов как граждан, так и субъектов хозяйствования, ну и, естественно, обеспечение интересов государства. Судебный исполнитель начинает свою работу не сам по себе. Для этого надо, чтобы к нему взыскатель обратился. Но причем обратился не просто с заявлением, о том, что ему не возвращают какой-то долг. Для того, чтобы начать свою работу, судебному исполнителю нужен исполнительный документ. В первую очередь это исполнительный лист, который выдается на основании решения суда. К ним также относятся и исполнительные надписи, нотариус праве в бесспорном порядке, определить сумму долга и постановление об административных правонарушениях. Если же брать статистику, по каким вопросам чаще всего обращаются граждане к судебным исполнителям, именно взыскание в пользу граждан, то на первом месте это брачно-семейные отношения, это взыскание алиментов, взыскание средств на содержание, и только потом уже идут все остальные. Взыскание долга, например, по договору займа, либо возмещение ущерба, причиненного преступлением. Ну, судебный исполнитель принимает все меры для того, чтобы полностью исполнить решение суда, либо другой исполнительный документ. Каковы сегодня механизмы реализации прав и свобод граждан по вопросам, опять же, обращения в органы юстиции? Если должник, предусмотренный законодательством срок, добровольно не исполняет, то у судебных исполнителей есть широкий спектр полномочий для того, чтобы принудительно взыскать эту денежную сумму. Это может быть обращение взыскания на имущество, на денежные средства в банках, на счета, на заработную плату. Если должник уклоняется, судебный исполнитель вправе подвернуть его в приводу и в определенных случаях объявить в розыск. До этого, конечно, лучше не доводить все. Это неприятные меры, когда они принимаются в отношении конкретного человека. Но вот наиболее эффективная, исходя из опыта работы. Исходя из опыта, это, естественно, арест и, возможно, последующее потом изъятие и реализация имущества. Кроме того, судебный исполнитель вправе обратиться в суд с ходатайством о ограничении как выезда из Республики Беларусь должника, так и управления, например, транспортным средством и посещении горных заведений. Как правило, суды идут в таких вопросах навстречу, если должник именно уклоняется. Здесь надо говорить о том, что вообще лучше, конечно, рассчитываться с долгами добровольно, не доводя до судебного исполнителя. Мало того, что это не самая приятная процедура изъятия имущества, так еще и на должника потом ложатся и расходы по исполнению, по хранению изъятого имущества, по его транспортировке, так и взыскивается принудительный сбор 10%. Андрей Анатольевич, по какому поводу сегодня чаще всего люди обращаются к юристам? Вы знаете, по моему опыту, буквально по любому вопросу. Потому что каждая ситуация жизненная, каждая наша сторона жизни, она тем или иным образом связана с нормами права. Это и семейные отношения, это и трудовые отношения, ну, я уже не говорю уголовные либо административные дела. Но, к сожалению, я чаще сталкиваюсь с тем, что люди обращаются к юристу, когда уже какая-то неприятная ситуация возникла. Хотя можно обращаться и, прежде чем сделать какой-то шаг, совершить какую-то сделку, ведь любую неприятность, наверное, проще предотвратить, чем уже потом разбираться с ее последствиями. Кстати, как раз таки вот о вопросе совершения сделок, ну или то, что этому предшествует, процедура регистрации индивидуальных предпринимателей. С чего здесь лучше начинать и на что обратить внимание? Регистрация индивидуальных предпринимателей, в принципе, вещь очень простая. Для этого тому, кто хочет зарегистрироваться, необходимо обратиться в администрацию района, если он живет в городе Гомеле, либо в райисполком по месту своего жительства, представить комплект документов, заявления, фотографии, квитанции об уплате госпошлины. Все это регистрация производится в день обращения. Если же говорить о юридических лицах, здесь несколько более тяжелый сам процесс подготовки документов. В первую очередь необходимо определиться с названием юридического лица. На самом деле, я вот уже по практике с этим тоже сталкивался, для этого нужна определенная фантазия. Потому что для того, чтобы есть одно ограничение, название юридического лица не должно совпадать с названием юридических лиц, уже зарегистрированных в Республике Беларусь. Причем неважно, действует ли это юридическое лицо, или оно уже ликвидировано. Это как в социальных сетях, название страницы или почтовые адресы. Можно сравнить. Учитывая, что у нас в едином государственном регистре юридических лиц предпринимателей уже более 360 тысяч предприятий зарегистрировано, то я рекомендую просто сначала проверять на веб-портале ЕГР, получится ли такое название, смогут ли его зарегистрировать и выдать соответствующую справку о согласовании, наименовании. Второй этап – это определиться с местом нахождения юридического лица. То есть, где будут храниться его документы, в первую очередь, куда будет поступать почтовая корреспонденция. Для этого продумать либо договор аренды, либо какое-то другое место, где можно разместиться. И есть возможность, если унитарное предприятие, то есть один учредитель, один собственник, он может по своему месту жительства зарегистрировать это предприятие. Ну, либо крестьянское фермерское хозяйство. Но в этом случае надо иметь в виду, что, во-первых, он должен быть собственником жилого помещения, либо, если он не собственник, то он должен проживать там, и собственник должен дать свое письменное согласие. И при этом, опять-таки, надо учитывать, что коммунальные услуги будут оплачиваться уже не по субсидируемым государствам, как сейчас, когда проживают просто граждане, а по тарифам, которые обеспечивают полное возмещение затрат на оказание коммунальных услуг. Так, в принципе, заявительный принцип регистрации регистрирующего орган не проверяет документы, их содержание, только комплектность, вся ответственность на том, кто подает эти документы. Но это, с одной стороны, упрощает процедуру регистрации. Ну, в принципе, она такой и должна быть. Сегодня нотариальное обслуживание населения Гомельской области осуществляется 126 нотариусами в составе 35 нотариальных контор и трех нотариальных бюро. Удается ли покрывать потребности населения? Да, вы знаете, мы сталкиваемся с тем, что нотариусы правильно организовывают свою работу, что у них организовано дежурство не только в рабочее время и в вечернее время и в выходные дни, и можно говорить о том, что количество нотариусов способно удовлетворить потребности граждан и в том числе проводить нотариусам и выездные нотариальные действия и обслуживание населения, в том числе и в сельских населенных пунктах, в агрогородках. Ну, вот часто проводятся выездные приемы граждан, да? Какова их эффективность? Вы знаете, на выездных приемах очень часто задаются тоже различные вопросы, и руководство Главного управления инвестиций, не только я, начальник, наши другие специалисты, очень часто помогают гражданам с консультированием. Спектр вопросов, которые возникают, тоже очень широкий. И если мы не в состоянии сами ответить, мы перенаправляем в уполномоченный орган, который также дает расъяснение по обращению гражданина. Но это не единственная форма нашей работы. Мы участвуем в семинарах, мы участвуем в круглых столах, мы проводим благотворительные акции. Здесь надо говорить, что в прошлом году мы проводили акции и ко Дню Защитника Отечества, и ко Дню Конституции. Специально для многодетных матерей мы проводили акции ко Дню Матери. И, естественно, не только в ходе этих акций мы проводим бесплатное консультирование по нашим вопросам. Естественно, не только консультирование. У нас в прошлом году проходила акция благотворительная «Собери портфель первокласснику». Но мы стараемся, и, вы знаете, нам помогают и работники нотариата, и адвокаты. Поэтому спасибо им. Спасибо всем, кто участвует. Я думаю, в общем, это очень полезное дело, потому что правовое информирование населения должно быть и должна быть работа налажена таким образом. Понятие медиации существует среди юристов. Что это такое, и какова возможность применения этого понятия? Медиация – это разрешение спора путем проведения переговоров с участием третьего лица. Вообще понятие в нашем законодательстве появилось только в 2013 году, был принят закон о медиации. Хотя само по себе понятие медиации уже действует больше 50 лет. Как правило, в странах Западной Европы, в США, они в этом плане лидеры, на всем постсоветском пространстве медиация еще только начинается. Если гражданин обращается в суд, то задача суда, неважно, суд общий, суд экономический, тридейский суд, арбитражный суд, его задача – разрешить дело в соответствии с законодательством. У медиатора несколько иные функции. Его задача – сделать так, создать такие условия, чтобы стороны конфликта пришли к взаимопониманию в первую очередь. Медиатор – это независимый, незаинтересованный посредник, он не имеет никакого отношения к государственным органам. И он именно приводит стороны к компромиссу. Он не дает советы, он не имеет права предлагать какое-то решение. Но на самом деле он именно их примеряет, можно сказать. Где их искать, этих медиаторов? У нас есть специалисты, юристы в первую очередь, которые получили свидетельство медиатора. И во многих государственных органах уже есть перечень медиаторов. Я точное количество сейчас сказать не могу. Единственное, я знаю, что 16 представителей нотариата, 39 представителей адвокатуры. Но перечень можно найти и на сайте Минюста, и где-то на информационных стендах государственных органов. Скажу вот про ЗАГСы. Сейчас, если стороны не имеют несовершеннолетних детей, не имеют имущественных конфликтов, они вправе растургнуть брак непосредственно в ЗАГСе. В ЗАГСах принимаются меры к медиации. То есть к тому, чтобы люди в первую очередь сохранили семью. Здесь надо обязательно отметить то, что желание должно быть, медиация проводится только при обоюдном желании сторон. Исключительно добровольное дело. Хотя я считаю очень полезное. Ну что ж, Андрей Анатольевич, я благодарю вас за конструктивный, важный и содержательный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец». Подборка происшествий, которые попали в объективы камер наружного наблюдения, видеорегистраторов и мобильных телефонов людей со всего мира. Авария под Кировом. Россия. С прицепа грузовика на дорогу выпали бревна. Проезжавшая мимо легковушка успела проскочить, а вот та, что шла позади, наехала прямо на раскиданные стволы деревьев. Водитель и пассажиры живы, а вот автомобиль получил повреждение. Жуткая авария в Варшаве попала на видеорегистратор автомобилиста. Его обогнал спорткар и сразил на повал малолетражку на перекрестке. От удара та почти пять раз развернулась вокруг вертикальной оси и разлетелась на фрагменты. Сложно представить, что пережил водитель и пережил ли вообще. На место ДТП в срочном порядке была направлена карета скорой помощи. Стройплощадка. На высотке рабочий нарушает все правила безопасности и стоит на краю здания. В какой-то момент конструкция опалубки, которую он обслуживал, обламывается и падает вниз. Мужчина следом, но цепляется за арматуру и повисает на высоте восьмого этажа. Помощь на подходе, но коллегу, который поспешил к рабочему, чуть не придавило другим элементам злополучные конструкции. Спасатель забуксовал, ему помогли еще одни строители. Они навалились и удержали боковую часть опалубки. Пока рабочие это делали, тот, что висел, сражался за жизнь. Парень оказался не промах, осознав, что время уходит, а силы на исходе, подтянулся и на руках стал перемещаться в сторону нижнего этажа, цепляясь за доступные прутья и арматуры. Финал у истории благополучный, но урок на всю жизнь. Идешь кататься на горных лыжах, бери с собой лопату. Так поступил британец из города Ковентри и спас человека. Во французских Альпах во время спуска по склону он заметил, что из снега торчат ноги лыжника и остановился. Достал из рюкзака складную лопату и начал откапывать пострадавшего любителя экстрима. Тело лыжника наполовину находилось в снегу, и он не мог пошевелить руками. На помощь британцу пришел еще один мужчина, и вместе они успели откопать потерпевшего. Им оказалась 19-летняя девушка. Она уже задыхалась, но помощь пришла вовремя. У всего есть цена, а это тот случай, когда предусмотрительность бесценна. На сегодня все. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова